Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет новая, свежая серия дневника Mazda 6 Многие говорят, нужна хорошая локация для того, чтобы снять красивый видосик Но посмотрите, куда я вас сегодня привел Как вам местечко, которое я подобрал? Москва-Сити, но красеточка-то кто здесь у нас? Мазочка сегодня наша Я не буду размазывать кашу по тарелке Последний видеоролик по дневнику Mazda 6 выходил 31 мая Пробег на тот момент у автомобиля был 113 тысяч километров Прошло 3 месяца, плюсанулось 12 тысяч к пробегу Сегодня 125 тысяч к пробегу Нужно подводить итоги, но что здесь подводить, если за эти 3 месяца, за все лето с машиной ничего не произошло? Вот серьезно, вот смотрите Единственное, что случилось новенькое, это прилетел скол Точнее прилетел камень, образовался скол, пошла легенькая такая паутина Стекло, как я вам говорил, у меня китайское Покажи, пожалуйста, маркировку Многие спрашивают, что за стекло, какие отзывы ты за него можешь сделать Стекло отличное Цена вопроса, вот сейчас снять, установить новое С учетом того, что у меня стоит датчик дождя В районе 7-10 тысяч рублей Вот 10 тысяч это потолок цена Так можно за 8-9 тысяч найти, ну смотря где искать Я за стекло ставлю оценку 5 баллов Просто действительно сильный был удар Накатал я на нем примерно уже за 2 года, там 1060, наверное, пробега Поэтому стеклом доволен Это единственное, что случилось Вот давайте сейчас с вами переместимся на сервис И посмотрим, как прошло техническое обслуживание На момент данного эпизода на дворе 22 августа Время 17.00 Друзья, сегодня программа Minimal Меняем масло, меняем фильтр Собственно, что мы еще сделаем Посмотрим общее техническое состояние автомобиля В каком состоянии свечи, аккумулятор В общем, сегодня я вас из сервиса грузить особо не буду Посмотрим, если будет что интересное показать Я вам обязательно покажу Первым делом, естественно, смотрим уровень масла Ребята, я не смотрел за ним, наверное, последний месяц Хотя всегда всем это советую делать Вот в таком состоянии уровень масла упал То ли жор, то ли я просто носился Будем разбираться А с другой стороны, что тут разбираться Получается, что по уровню у нас за 10 тысяч Последний раз я делал техническое обслуживание на 113 тысячах Вот сейчас 123 тысячи Ушло примерно 500 грамм Как вы знаете, по любому регламенту везде В среднем допускается до 700-800, до 1000 грамм на 1000 километров У нас, получается, на 10 тысяч ушло у меня Впервые, кстати, впервые 500 грамм Ранее, всегда, когда мы приезжали делать техническое обслуживание Смотрели, всегда уровень был плюс-минус одинаковый Вот сейчас так в первый раз Ничего страшного в этом абсолютно не вижу Долить там раз в 5000 масла Почаще смотреть за ним Ну, это нормальная практика Тем более автомобилю пошел уже четвертый год И у него пробег больше 120 тысяч По свечам общее состояние отлично Я бы сказал, нагарчик есть небольшой Но это все мелочи Поэтому менять мы их точно не будем На данный момент меня больше волнует состояние заряда аккумулятора Потому что, когда уезжали на неделю в отпуск Я все равно думал, интересно, а приедем на седьмой-то день машина заведется По заряду в двух крайних банках плотности 1.24 Во всех остальных 1.26-1.27 Это, в принципе, нормально Ну, минимум это 1.25 Все, что ниже, конечно, хуже Но вот 1.25 и выше, это нормально Поэтому состояние аккумулятора, я бы сказал, хорошее Смысло, мне его сейчас менять нет 9.8 нагрузка Разведданные из сервиса Друзья, как вы знаете, моим автомобилем всегда занимается С самого момента покупки практически один и тот же человек Он здесь давно работает на почетной стене, скажем так, висит Я у него спрашиваю, есть какие-то новости Что-нибудь необычное, что кто-то приехал Какое-то было там, знаешь, экстренная ситуация Либо же какой-то новый гарантийный случай Что-то непонятное Ну, вы понимаете, нет Все в штатном режиме Все болячки, которые периодически встречаются По мелочи, там, зеркала у кого-то не складываются Моторчики ломаются Все то же самое осталось Пока что, пока что, ну, ничего не зафиксировано Вот как запотевание было, по сути Так оно осталось на том же самом месте Ничего мы не делали Не затирали, не замывали Посмотрели в тот раз, закрыли и поехали дальше Ну, вот в таком же состоянии, собственно, оно и осталось Таким образом получается Ничего у нас нигде не сопливит Подвеска в хорошем состоянии Нареканий никаких нету Сейчас делаем стандартную процедуру То, что масло расход Сразу всем говорю То, что надо кричать То, что вот, все начинается Это нормальная процедура Вы вспомните, сколько я машин этим летом нагнул, а? Носил себя неплохо, на самом деле И самое главное, что еще впереди сентябрь А это означает, что заезды у нас будут На это обслуживание я себе заказал только масло моторное Ну и, соответственно, фильтр масляный Друзья, все запчасти, покупая у Санька Многие из вас его уже знают Ссылку на него оставляю в описании Телефон, звоните, заказ, доставку Делать по всей России Действительно, экономия есть Все оригинально, это 100% Я вам прям лично могу гарантию дать Если вы захотите купить себе не оригинальное, подешевле Он вам просто-напросто не продаст Потому что ему нечего будет вам предложить Все, больше здесь говорить нечего Доделываем, и я поехал дальше Открывать подкапотное пространство Что-то вам здесь рассказывать Нет никакого смысла Но я хочу сказать следующее Все те, кто в начале нашего пути с Маздой В 2015 году писали то, что машина говно, ненадежная Ты пожалеешь, зачем ты ее купил, друзья А? Ну, показала она себя, нет? За все это время, все, что я слышал Два человека Два человека мне написали Что у них была проблема с коробкой И мы поменяли по гарантии Все Никаких нареканий больше не было Ни у кого не было проблем с двигателем По крайней мере, никто из вас не писал Сами прекрасно понимаете, что на канал Подписано очень много маздоводов Помимо шестерки, также с X5 модели Все ездят, катаются Что бывает? Значит, на 2,5 литра бывает масложор Ну, 2,5 литра люди любят погоняться Соответственно, когда динамическая езда Там 500-700 грамм на 10 тысяч километров Друзья, но это ни о чем Ну, согласитесь, это вообще бред какой Даже нет смысла это обсуждать Никаких турбин нету Никаких тут умных систем, скажем так, особо-то нету Двигатель технологичный Пока себя рекомендуют нормально Знаю людей, которые проехали на них уже больше 200 тысяч И при должном обслуживании никаких проблем нету Поэтому что-то здесь говорить, рассказывать Вообще нет никакого смысла Продолжаем кататься, продолжаем наблюдать Если вдруг что-то случится, вы узнаете об этом первыми Газоупор Напоминаю, что не нужно ничего сверлить Просто многие спрашивают Говорят, вот ты его поставил А нет ли у тебя каких-то перекосов Ничего у меня нет Все хорошо Цена вопроса плевая Тем более, если там промокод ведете от меня Вам принесут скидку Нужен он вам? Пожалуйста Смотрите в описании, где заказать Не нужен вам? Значит, не нужен Идем потихонечку дальше Еще в последнем ролике я вам говорил Что получил боевую ссадину За три месяца ничего с ней не делал Да и нет вообще никакого желания с ней что-то делать Она незаметная на самом деле Сейчас машина еще относительно чистая А когда сейчас пыль садится Вообще ничего не видно Но нужно в любом случае снимать, красить Просто катать Сначала думал какую-то наклейку накатать Потом думал, ну нахрен Притертости есть, естественно, по дискам Потому что паркуюсь во дворах Бордюры высокие Ну, бывает так, что где-то что-то просмотришь Вот так прям процарапаешь На ходовые качества это никак не влияет Поэтому никаких нареканий нет Резина Хочу сделать отдельный отзыв Значит, поставил я ее в начале лета Кумха 225.45 на R19 Ну, родные диски все это дело встало Резина мне обошлась очень дешево Потому что я ее покупал на бартерной основе Если там сложить, там равен 28 тысяч рублей Я за нее отдал Ну, вообще, в реале даже еще дешевле Какой отзыв? Я по сравнению со штатным Бридштоном Вообще разницы не почувствовал 200 на ней ездил Ездил, держит дорогу Держит шумное Шумное Да здесь шумка сама по себе говно Поэтому что-то тут шумить Искать помягче резину Я лично в этом смысле никакого не вижу И в дождь резина в принципе достойна Хотя многие говорят Типа, а, кумха, говно Типа, дешевая резина Тормозные диски ЕБЦ Покупал их через нашу группу Цена вопроса была 18 тысяч рублей Сейчас заходил, смотрел Комплект стоит 20 тысяч рублей Реально могу их рекомендовать Ну, действительно, сколько езжу летом Тем более ношусь, оттормаживаюсь Нареканий ноль Сейчас, как вы видите, из обслуживания Мне нужно только поменять тормозные колодки Все Пока что дисками доволен Ну, что пока что Я уже на них проедел Получается год точно Время летит просто очень быстро Даже не помню, когда их поставил Помню, что было лето По салону, как помните Делал я себе чехлы с пошивом В общем, вот посмотрите сами на состояние Вот водительское сидение Которое используется каждый день На котором я много езжу Я ничего не делал Даже тут, знаешь, ни пыль не протирал Ничего Вот сидение, как оно было По контуру все так и осталось Показывать вам сзади Диван Ну, смысла нет абсолютно никакого Потому что сзади вообще никто не ездит У пассажира Про что я могу сказать Вот здесь морщинка образовалась Вот это вот единственное Что можно там отнести к нареканиям Все остальное в нормальном состоянии Кстати На 70 тысяч акционеров Один из акционеров Мне вот такой подогнал Портмоне, скажем так Я его выбрал сам Я с ним уже месяц гоняю Соответственно, я его уже поистрепал Вариант хороший Вот на самом деле Карточки положить У них есть даже получше варианты Там с молниями Я бы, если бы знал Я бы изначально его выбрал Цена вопроса Что-то было там 2190 рублей Мне подарил В качестве благодарности Никаких денег он в кошелек Не клал Просто говорит На, тебе заходишь Расскажешь Кому интересно Документики Все у меня здесь помещается Ссылочку на него Оставлю в описании В общем, что тут еще говорить На сегодняшний день Получается 3,5 года Как я владею этим автомобилем Для меня это Отличная рабочая лошадка Я себе никак не напрягаюсь Единственный минус Который я сюда могу отнести Прям жесткий для меня минус Это шумоизоляция Что действительно Да, здесь она на уровне 2 балла Про это мы неоднократно говорили Все вы про это знаете Все остальное Лакокрасочное покрытие У меня вопросов нету Ну серьезно Какие-то сколы попадают Ну действительно Камень отлетел Большой камень Большая скорость Будет больше скол Если ухаживать за автомобилем Следить Мыть его бесконтактной мойкой Не протирать Защитную какую-нибудь керамику В 10 слоев нанести Проживет дольше В любом случае Если я его сейчас намою Сделаю полировочку Машина будет блестеться Значит, вот 3,5 года Что нужно сделать Вот считаем вместе с вами 8 тысяч рублей Это отремонтировать бампер раз Условно 8 тысяч рублей Это поставить новое лобовое стекло 2 16 Тормозные колодки Сделать химчистку салона Сделать полировку кузова В общем В 50 тысяч Я могу вложиться Машина вся блестеть Будет как новая Запах будет нового автомобиля Все Сделал, пожалуйста Передвигаешься дальше Как вы видели Из технического обслуживания Вообще Ну нечего делать Я вот даже пацанам там говорю Типа, блин Как там машина Говорю, да надоело Эта машина Потому что ничего не ломается Ничего не происходит Я говорю, мне какое-то развитие событий нужно Мне же все говорили То, что охерня машина Ну по факту Сами все видите Я не сочиняю Вы просто следите За развитием событий И видите Что с ней происходит Насадки на выхлопную систему Поставил их Вообще там На первых тысячах пробега Ничего не ржавеет Не дребезжит Все нормально Кстати К слову О нашем спонсоре Друзья На самом деле Рабочая тема Кто бы что там не говорил Номер вбивая Свой автомобиль Вся последний пробег Показывает То есть У меня машина чистая Поэтому всю историю Я по ней вижу В том числе И те же самые штрафы Понимаю, что штрафы Можно бесплатно посмотреть В любом случае Проверяю некоторые машины Которые мы будем снимать Которые в планах По съемке Во истории вылетают Я вам это все потом покажу Сами все увидите Люди, например Не знают о том Что у них машина битая была Когда спрашивают А как так Даже не знали о том Что существуют такие сервисы Подчеркиваю Работает он по всей России Только по госномеру Некоторые начинают рассказывать о том Что вот Можно ввести ВИНомер Там на другом сайте Зарегистрироваться Снилс, паспорт И тогда что-то будет бесплатно Надо эти заморочки 349 рублей Оплатил все Посмотрел А если ты ищешь машину Есть пакеты Оплатил там Будет цена вопроса За одну проверку 100 рублей Суть-то в чем Вот давайте я присяду И мы с вами порассуждаем Вот я вам говорю о том Что машина классная Что я езжу Что ничего не ломается Она надежная Но прошло 3,5 года И потихонечку она надоедает Вот я на нее смотрю внешне Она мне нравится Я сажусь за нее за руль Мне тоже все нравится То есть нет такого дискомфорта Знаешь И нет никаких неприятных Историй с машиной Чтобы мне хотелось ее продать Что она меня как-то напрягает Но тем не менее Все равно Как-то вот жопу Куда-то тянет На какие-то приключения Я хожу Смотрю там BMW Вот давайте я пробегусь По всем автомобилям Ну начнем с конкурентов В первую очередь Форд Мондео Его вообще не рассматриваю Почему? Ну Форд легендарная марка Классная машина Но мне Мондео Вообще не нравится никак Раз Дальше Киа Оптима Новая Киа Оптима За такие обновления Пора уже просто Маркетологам Производителям морды бить Ну согласитесь Что там за обновления Фары чуть-чуть изменили Чуть-чуть интерьер изменили Что-то где-то доработали Это фигня какая-то Вот тупо развод Он какой-то на деньги Новая Оптима Новая Оптима Ничего в ней нового Вообще не увидел То есть если бы брал Брал бы вообще предыдущую Не обломался бы Тем более со скидочкой Я думаю можно было бы забрать Далее Новая Мазда 6 Когда она приедет Новая Мазда 6 Неизвестно То в начале лета То в конце лета То осень Сейчас обещают На декабрь Мол в декабре Точно приедет У дилера спрашивают Турбина будет Ну пока под вопросом Я говорю Ну как под вопросом Уже машина ездит по миру Когда вы будете хоть что-то знать Им никто ничего не говорит Зачем это делать Там я не знаю Представительство Самопроизводитель Какую-то тайну сохраняет Когда уже обзоры Есть вон на Украине Парни все накатались Мы же все знаем Что там с машиной будет Мы уже знаем Что круговой обзор Там говно Что все камеры там дерьмовые Ну понимаете меня Прекрасно Тайна Дальше идем Кто у нас Toyota Camry Вот смотрите Топовая версия С двигателем 3.5 литра У которого будет Хорошая динамика Ну как хорошая Относительно хорошая Ну можно будет Хотя бы на ней погоняться 3.5 литра Там бешеный расход И ценник у автомобиля 2.300-2.400 За такие деньги За такие деньги Можно купить Audi A6 Вообще много чего Можно купить А если еще соточку Две добавить То можно и хорошую BMW 5 серии забрать Поэтому Camry Вообще отваливается Двигатель типа 2 литра Либо 2.5 Ну я его тупо Не рассматриваю То есть как бы кто ни говорил Там Toyota для меня Херовая машина Нормальная тачка Но она мне вообще Не интересна Для меня это вчерашний день Если бы этот кузов Вышел после сороковки Тогда еще возможно Было бы интересно Hyundai Sonata Вообще вариант Отвратительный Для меня Ну машина просто Скучная Я вот катался Да Надежная Там человек ее взял На 10 лет Накатается Ну для меня знаешь Брать ее Не знаю Я вообще-то Проще оставить Мазу Чем брать новую Hyundai Sonata Infiniti Q50 С мотором От Мерседеса Можно машинку найти Со скидочкой Но автомобиль С задним приводом Поэтому его Я вообще не рассматриваю Так как задний привод Для меня Зимой это 100% Будет проблема Кто бы что ни кричал Вот на заднем приводе Надо уметь ездить Там где езжу я Задний привод Просто меня подведет В один прекрасный день Даже не то Что в один прекрасный день Зима для меня Будет целым испытанием Поэтому для меня Либо передний Либо полный Вы говорите Посмотри на новый Lexus ES Посмотрел Ценник 2 миллиона 600 тысяч Старт Посмотрел Все классно Пошел дальше Skoda Superb Рассматривал вариант Посмотрел Ну знаешь Тоже Как-то вроде бы Все нормально Можно найти машину Хорошую комплектацию Можно с полным приводом Найти Но опять же С полным приводом Он шибко дорогой получается Поискать можно Посмотреть Пощупать Ну такого Желания Какого-то Купить его Ну тупо Просто Я его не хочу Мерседес C200 AMG Пакет Неплохой вариант Ну не знаю Че-то как-то На него смотрю Думаю Блин Почему-то нет Вот если бы Для города Только по Москве Катался Рассматривал Но вот так Знаю что Много буду ездить Почему-то Мерседес Как-то не привлекает Знаешь Не манит к себе Ауди А4 Кватро 190 сил Дизель В S-лайне Внешнем и внутреннем Отличный вариант С учетом того Что я уже раз Пять Наверное Сказал Что мы Такой автомобиль Год назад Покупали За 1 миллион 990 тысяч рублей Сегодня Его я думаю Можно будет найти 2 200 2 300 Это если хорошо Прямо постараться Неплохое предложение На самом деле Вот его бы Как альтернативу Мазде Серьезно рассмотрел Б и похороны Мне найти ДСГ И так далее Как бы я бы Откатался бы Своё время Если бы что-то сломалось Из дилера Все соки бы Выжил бы Всю кровь ему выпил Чтобы мне все Постоянно меняли По гарантии Никому бы Ни за что не доплачивал Переходим 120 X-Drive M пакет То что вы Совсем недавно Смотрели Переделать выхлоп Доставить Различные системы НБТМ Приборную панель Поменять Машина привлекает Откатать на ней 3-4 года И продать Вот почему Мне сегодня 28 лет Через год 2-3 У меня там будет Ребенок маленький Хоть ему уже будет Там 3 года И там когда Маленький ребенок Знаешь Покупать машину такую Она будет наверное Непрактичная А там кто узнает Может у меня двойня родится Всякое может быть Поэтому Пока молодой Пока есть возможность Думаю Стоит рассмотреть вариант Но важно понимать Что я занимаю режим Выжидание Кобры Сейчас Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Можно будет выжить Действительно хорошее предложение Опять же Надо денежки подкопить Чтобы покупать И на последний Чтобы и там И там Везде успеть И чтоб еще осталось Поэтому будем смотреть Что из этого выбрать Друзья Автомобили выше Там пятерка Ешка Это все ясно Все классно Денег на это нету Да и вообще Какой смысл покупать Текласс За 3,5 миллиона Если он через 2-3 года Будет стоить 2 миллиона Это вообще нецелесообразно Поэтому нахрен его в сторону Чтобы взяли вы Либо же вы хотите Что-то порекомендовать Пишите обязательно В комментарии Частенько всплывают Два автомобиля Ягуар XE И Genesis G70 Я сделаю обязательно Тест драйвы Пройду один и второй И знаешь Буду спрашивать А чем ваш автомобиль Лучше чем БМВ Чем Ауди Чем Мерседес Чем Ягуар XE Лучше чем Все остальные Бренды И послушаем Что нам скажут Менеджеры Вот это видео Я думаю Будет интересным Что тут еще говорить Более Размазывать кашу По тарелке Нет никакого смысла По техническому состоянию По автомобилю Вы все поняли Что машина В принципе Себя зарекомендовала Пока что Как очень надежный автомобиль Что хочу купить Другой автомобиль Тоже поняли Можете высказать Ваше мнение В комментариях Дать советы Все полезные ссылки Оставляю в описании Где запчасти купить Где газоупор поставить Где чехлы перешить В общем Возможно вам это пригодится Посмотрите Надо закажете Не надо не закажете Обязательно подписывайтесь На инстаграм Нашего канала Там всегда выходят Свежие новости Там вы заранее Можете высказывать Ваше мнение Еще до того Как мы снимаем Новый автомобиль Огромное спасибо За просмотр Очень приятно Что следите Ждете развития событий По дневнику Мазды 6 На этом мы заканчиваем У меня все Всех жду в комментариях Чао Пока